Создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Клещеевка к югу от Бахмута, настаивая на том, что это сделали исключительно его наемники. Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК Вагнер, исключительно подразделениями ЧВК Вагнер. Ни украинская, ни российская армия захват Клещеевки на данный момент не подтвердили. Этот пригород Бахмута имеет важное значение для контроля над трассой Константиновка-Бахмут. Во вчерашней сводке Американского института изучения войны отмечалось, что Евгений Пригожин все более смело нападает на Минобороны России и чиновников, а Путин позволяет ему это делать. В частности, основатель ЧВК Вагнер раскритиковал запрет на телефоны в зонах боевых действий и требования бриться. Цитата Пригожина «Война – время активных и смелых, а не гладковыбритых, созданными на склад телефонами». Конец цитаты. Американские аналитики считают, что комментарии Пригожина символизируют ковбойский подход к войне, который не подходит для большой и эффективной современной армии. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг утром по видеосвязи на украинском завтраке в Давосе, заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в России. «Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на Хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, он ли принимает решение или кто там принимает решение. Что за круг лиц? У меня нет такой информации. Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим «мирные переговоры», я не совсем понимаю, с кем. Комментируя эти слова Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Путин есть и будут. Американское издание New York Times тем временем сообщило, что в администрации президента США постепенно смягчают позицию в вопросе предоставления Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в Крыму. По данным газеты, в Белом доме склоняются к мнению, что если украинские войска смогут заставить Россию почувствовать риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах. При этом речь по-прежнему не идет о предоставлении Украине ракет, которые могут поражать цели в Крыму, пишет New York Times. Но обсуждается возможность использования другого оружия для атак на ключевые пути снабжения полуострова, например, Крымского моста. Эстония сегодня объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 113 миллионов евро. Таким образом, военная помощь Эстонии и Украине увеличится до 370 миллионов евро. Это чуть более 1% от ВВП Эстонии. Напомним, что восьмая встреча министров обороны более 50 стран мира в формате «Рамштайн» состоится в пятницу 20 января. На ней будет обсуждаться предоставление Украине дальнейшей военной помощи. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в преддверии этой встречи участников, которых он обозвал убогими, пригрозил миру ядерной войной в случае проигрыша России в войне против Украины. Ранее Медведев уже заявлял, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности. Тем временем Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко. В Киеве в четверг побывал председатель Европейского совета Шарль Мишель. В своем твиттере он писал, что на повестке обсуждение с Зеленским и его командой мер, которые позволят сделать Украину сильней.